Доктор Гаджет Доктор Гаджет Начнем с первого представителя – смарт-браслет Huawei Band 6, который на данный момент считается новым поколением высококачественных фитнес-браслетов и первым смарт-браслетом с полноэкранным дисплеем от компании Huawei. Комплект поставки полностью соответствует цене, а она здесь составляет около 4000 рублей. Открыв коробку, нас встречают уже собранный фитнес-браслет вместе с ремешком черного цвета, краткое руководство пользователя, инструкция по технике безопасности, гарантийный талон и магнитный кабель для зарядки. Следом идут Watch Series 5 – это смарт-часы от компании Apple. На старте продаж чуть больше двух лет назад данный девайс можно было приобрести за 34 тысячи рублей, сейчас примерно за 23-25 тысяч. Относительно комплектации, то эти смарт-часы представлены в белой упаковке с логотипом компании. Внутри, кроме часов и сменного ремешка, вы получаете также инструкцию к применению и магнитное зарядное устройство. В Apple Watch Series 5 размер корпуса, расположение кнопок, микрофона и динамика по сравнению с другими премиум-часами той же компании остались без изменений. Единственное и немаловажное отличие – для Series 5 компания решила впервые использовать на 100% переработанный алюминий. Такой же металл используется и в остальных новинках от компании Apple. На первый взгляд Huawei Band 6 выглядит как аккуратный браслет. Размер экрана в данной версии составил 1,47 дюйма. Это AMOLED-дисплей с разрешением 198 на 368 пикселей. Для защиты экрана используется 2,5D-стекло с олеофобным покрытием. Изображение и цвета на достойном уровне. Сенсорный экран довольно шустро реагирует на каждое прикосновение пользователя. Что касается дисплея, то здесь впервые Apple задействовала в Series 5 тип OLED-дисплея – LTPO. Чем отличается LTPO от обычных OLED-дисплеев? Специальный контроллер на лету регулирует частоту обновления экрана между полной – это 60 Гц – и минимальной – 1 Гц. Фактически это позволяет дисплею обновлять информацию один раз в секунду и даже реже. На выходе мы получаем главную фишку Series 5 – Always-On Display – всегда активный дисплей. Для того, чтобы включить фитнес-браслет от компании Huawei, нужно лишь нажать на боковую кнопку или, как вариант, развернуть экран к себе. Браслет реагирует быстро, я бы даже сказал очень быстро. Чувствительность здесь стоит на все деньги. У Series 5 с производительностью тоже полный порядок. Собственный чип S5 работает быстро, задержек между переключениями приложений нет. Вдобавок здесь установлен встроенный накопитель на 32 ГБ, что позволяет загружать музыку, фото и приложения прямо на смарт-часы. По сравнению с Apple Watch Series 5, Huawei Band 6 намного меньше по размеру и весу. Благодаря своим параметрам браслет практически не чувствуется на руке владельца. В плане габаритов смарт-часы существенно отличаются от бюджетного браслета. Series 5 больше, конечно, за счет дисплея. Относительно размера смарт-часов, то есть такой выбор – 40 и 44 мм. Корпус часов выполнен из керамики и закаленного стекла, поэтому никакие царапины ему не страшны. Яркость здесь также на высоком уровне. А фитнес-браслет Huawei Band 6 имеет пластиковый корпус с глянцевой поверхностью. Влагостойкость и защита от механических воздействий в данных часах также присутствуют. Общая конструкция выглядит надежно и качественно. А корпус Apple Watch хороший, не требует доработки. Часы удобны, оборудованы влагозащитой, можно заниматься плаванием с ними. Здесь даже соответствующая функция предусмотрена. И универсальны. Совместимость с ремешками хоть 2015 года позволяет подобрать сотни, если не тысячу, комбинаций изменения внешнего вида. Для работы Huawei Band 6 необходимо приложение Huawei Здоровье, которое доступно для пользователей Android и iOS. Подключение происходит достаточно быстро. В купе с приложением следить за своим здоровьем будет теперь намного удобнее. Относительно функции, то смарт-браслет может указывать дату и время, показывать сообщения от приложений, проверять и считывать пульс, а также измерять, какой уровень кислорода у вас в крови. А что касается спортивной жизни, то в наличии есть такие типы тренировок, как ходьба, бег, велотренажер, езда на велосипеде, скакалка, плавание и многое другое. Относительно действий браслета, подключенного к смартфону, то вы можете делать фото, переключать музыку и включать фонарик. Что касается функционала, то именно в Apple Watch Series 5 с данной версией добавили новые технофишки, которые оценят любители активного отдыха. Так в Series 5 появился компас, который позволяет узнать ваше текущее направление, высоту над уровнем моря и уклон в градусах. Помимо компаса, в смарт-часы интегрировали шумомер, датчик показывает уровень шума в децибелах. В полный список функций также входят уведомления от сторонних приложений, трекер активности и тренировок, музыкальный плеер, кошелек, который позволит бесконтактно оплачивать покупки, голосовой помощник, калькулятор и диктофон. На этом список функций не заканчивается, часы постоянно получают обновления. Из последних – поддержка электрокардиограммы, которая раньше была недоступна в России. Если сравнивать два устройства по продолжительности жизни, то смарт-браслет Huawei Band 6 на одном заряде сможет прослужить своему владельцу до 14 дней, работая в обычном режиме. А сам процесс зарядки недолгий, занимает около часа. И сразу же мы подходим к существенному минусу Apple Watch Series 5. Автономность – главная беда всех карманных девайсов от компании Apple. Series 5 на одном заряде едва дотягивает до вечера – 18-20 часов обычного пользования. А чтобы с нуля восполнить заряд до 100%, вам понадобится около 2,5 часов. Если бы не этот фактор, можно было даже простить неоправданно завышенную стоимость девайса. Так что рассчитывать на продолжительное использование этого устройства у вас не получится. Подводя итоги, хочется отметить, что в данном обзоре использовалось только мое субъективное мнение. Поэтому, если выбирать между бюджетом и флагманом, то всегда нужно полагаться на ваши личные приоритеты. Возможно, кому-то важнее бренд. Тогда большинство людей выберут Apple Watch Series 5. Хотя Huawei Band 6 также имеет очень достойный вид. Они более защищены от пыли и влаги. Series 5 также поддерживает эту функцию, но плавать с часами за 35 тысяч рублей немного боязно. Эти часы созданы для занятий спортом, а в плане мониторинга здоровья и активности часы также прекрасно справляются со всеми задачами. Ну а в плане автономности, однозначным лидером здесь является Huawei Band 6. Работать на одном заряде две недели против 20 часов у Series 5 – разница более чем существенная. Также большой разницей между этими двумя моделями часов является их стоимость – 4 против 35 тысяч рублей. Здесь есть над чем подумать. Так что решать вам. Ну а мы на этом заканчиваем. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Встретимся здесь же в следующую пятницу. С вами была программа «Доктор Гаджет» и я ее ведущий Дмитрий Хроменков. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok